20 наград в индивидуальных номинациях и кубок за итоговое первое командное место. Таковы феноменальные результаты юноармейского отряда «Алмаз» 146-й школы на Всероссийской спартакиаде по военно-спортивному Магоборью. Юноши и девушки состязались в нескольких дисциплинах и разных возрастных категориях. Самыми успешными среди 19 участников стали Виктория Алексеенко, принесшая 4 медали, и Матвей Клычников. Он завоевал сразу 5 кубков – 3 за первое место и еще 2 за второе. На соревнованиях я не первый раз, третий год, а первый год выступал хорошо, в этом году я более улучшенно подготовился. Отряд не первый раз принимал участие во Всероссийской спартакиаде по военно-спортивному Магоборью. В свой первый год участия «Алмаз» занял 5 место. Тогда ребята и руководители отряда решили, что первое место им под силу и стали активнее тренироваться. И вот спустя 2 года это дало результат. Дети, они сами заинтересованы были, сами мотивированы. То есть, приехав после вторых соревнований, они прям вот целый год целенаправленно готовились именно на эти дисциплины. Им это интересно было, поэтому, я думаю, результат из-за этого и, соответственно, сплоченность команды. То есть, все друг друга поддерживали. Юнормейский отряд в школе создан в 2017 году. Сначала в него входили лишь 25 школьников, теперь 92 ученика. Но руководство школы уверено, после такого успеха вступить в отряд захотят многие. Ведь чествовали героев всей школой, а сами ребята стали настоящим примером для своих одноклассников. Это очень помогает. Внутренне дисциплинирует. Помогает правильно распределять свое свободное время. А главное, развивает их физические умения. И формирует их моральные качества. Это те дети, на которых равняются все другие остальные школьники. Ребята уже начинают подготовку к спартакиаде следующего года, где им придется защищать звание чемпионов. А это уже, по признанию школьников, совсем другая ответственность. Но перед этим ребята сделают небольшой перерыв на приятный сюрприз. Они получили в подарок туристические путевки в Санкт-Петербург. А затем вдохновленные будут готовиться к параду 9 мая на площади Куйбышева. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.